Добрый вечер, я сегодня тоже про патриотизм, день народного единства все-таки. Сразу признаюсь, я тут съездила в отпуск совершенно не патриотично, за границу, во Вьетнам, по горящей. Кстати, средняя зарплата во Вьетнаме в городах 250 долларов, ну как у нас примерно, то есть мы на уровне Вьетнама. Вот уж не знаю, патриотична это новость или нет, но когда я вернулась, здесь меня застала новость патриотичная, безо всякого сомнения. Владимир Жириновский в очередной раз, он уже неоднократно это делал, и вот теперь снова заявил о необходимости ввести выездные визы для россиян. Говорит, экономика испытывает сложности, надо экономике помочь. Я не очень поняла технологию, но, видимо, деньги предлагается брать за возможность самого выезда за границу. Даже если ты в социалистический Вьетнам едешь, по горячей, дешево, всего на 10 дней, и не потому что Вьетнам любишь, а просто потому что Геленджик в три раза дороже. Ну так вот, Владимир Жириновский считает, что выездные визы позволят нашей экономике наконец-то двигаться вперед. Знаете, на мой взгляд, абсолютно гениально суть этой проблемы сформулировал Салтыков Щедрин еще 150 лет назад. Они сидели и думали, как бы из своего убыточного хозяйства сделать прибыльное, ничего воном не меняя. Впрочем, надо отдать Владимиру Вольфовичу должное. Он всегда последовательно патриотичен, ну так, как он это понимает. Надо показать, как они там плохо живут. Надо показать их убогость жизни за границей. Думаю, еще один известный персонаж, депутат Госдумы Сергей Железняк с Владимиром Вольфовичем солидарен. Железняк тоже всегда последовательно патриотичен. Потому что патриотизм на сегодня – это не слова. Патриотизм на сегодня – это прежде всего дела. И действительно, сам Железняк свой патриотизм всегда подкреплял делами. Он один из авторов закона о цензуре в интернете и еще более интересного закона об иностранных агентах. И по отношению к загранице депутат Железняк был всегда по-своему патриотичен. То есть всегда про заграницу говорил плохо. Правда, тут казус небольшой вышел. Выяснилось, что дочки Железняка, Настя и Лиза, учились в Англии. Но депутат сказал, как отучиться, обязательно вернуться. И вот, прямо накануне Дня народного единства непатриотичная новость – не вернуться. Одна дочка Железняка осталась работать в Англии. А другая вообще на вражеский телеканал BBC устроилась работать. Да еще и замуж за иностранца вышла. И английское гражданство, говорят ей, скоро дадут. Те решения, которые сегодня под давлением британских властей приняты английскими финансовыми учреждениями, говорят, что там есть большие проблемы и со свободой слова, и с соблюдением прав и законности. Ой, ну как ты из этого ада? Девиз «Железняк» надо спасать. Может быть, к Владимиру Вольфовичу за помощью обратиться? Ну и главная патриотичная новость минувшей недели. Президент поддержал идею создания отдельного федерального закона о российской нации. Некоторые непатриотичные политологи, комментируя эту новость, тут же написали «Власти страдают от того же недуга, что и оппозиция, от тотального недостатка конструктивных идей». Конец цитаты. А мне, кстати, вспомнился Владимир Ленин. Ну да, Владимир Ильич, он же в тренде сейчас. Так вот, Ленин в свое время сказал, «Самый лучший способ решить национальный вопрос – это вообще его не ставить». Правда, я не знаю, это патриотично сейчас или нет. Всегда ваша Юлия Сорокина. Удачи! Продолжение следует...